11 лет изучения английского в школе. Всего лишь два глагола, чтобы описать свои вкусы и предпочтения. Я очень рад, что на первом курсе выбрал немецкий, потому что здесь практически миллион вариантов, как описать то, что мне нравится. Осталось разобраться, как это правильно употреблять. Я помогаю тебе взаимовыгодную сделку. Ты мне объясняешь конструкцию gern плюс haben, а также помогаешь разобраться с глаголом lieber. А я тебе за это расскажу закадычные глаголы, всю тайну про них открою, такие как mögen и möchten. Давай, попробуем, потому что со мной надо разобраться, и я думаю, тебе тоже это будет полезно. Глагол mögen переводится как любить нравится. Вот, допустим, пример. «Ich mag den Film, die Bücher dieben» переводится как «Мне нравится фильм, воровка книг». Но иногда путают, употребляя этот глагол с инфинитивом. Но это неправильно по нормам литературного языка, поэтому лучше употреблять глагол mögen с существителями. Например, «Ich mag kaffee». Сразу у меня появились вопросы. Во-первых, почему этот глагол так странно склоняется к твоих примерах? Существует ли логика в его склонении по родам и числам? Во-вторых, можно ли глагол mögen заменить на конструкцию gern haben? Я же слышал, в Дорвенте это каждый второй делает. Да, глагол mögen – это не сильный глагол, но он относится к модальным глаголам, а модальные глаголы также спрягаются неправильно. Узнать спряжение этого глагола тебе поможет эта табличка. Глаголы mögen – это один и тот же глагол. В сослагательном наклонении mögen пишется как mögen, но mögen сохранил в третьем лице единственного числа свое историческое происхождение, поэтому у него отсутствует окончание «t». Ну, например, er möchte eine Tassette. Ну, теперь все стало понятно, как правильно употреблять глаголы mögen и mögen в немецком языке. Давай тогда теперь я тебе объясню, как правильно употреблять конструкцию gern haben, и глагол lieben в предложении. Неважно. Главное, побыстрее и как можно понятнее, а то у нас скоро закончатся семинары, а еще не доделаны упражнения. Главное, что нужно знать, что в нашем курсе изучения немецкого языка конструкция gern haben употребляется чаще, чем lieben. Lieben мы употребляем в тех случаях, когда мы хотим выразить сильную любовь к определенному объекту. Например, я люблю мороженое. Ich liebe Eis. Но если я хочу сказать просто нейтрально, то я скажу... Ich habe Eis gern. А если мне нравится процесс, когда я ем мороженое, то я скажу... Ich esse Eis gern. Важно помнить, что gern в рамочной конструкции употребляется всегда в конце предложения. Иногда gern в предложении употребляется без глагола haben. Это бывает чаще всего в устойчивых выражениях. Например, gern geschein. Всегда пожалуйста. Или danke gern. Спасибо, с удовольствием. Надо же. Я не думал, что понять разницу между ними так просто. Ах, я совсем забыл тебе сказать. Есть же еще одна конструкция, с помощью которой можно описать то, что конкретно тебе нравится. Я говорю о конструкции stehen auf плюс accusative. С помощью нее мы можем описать то, что тебе нравится. Например, мне нравится эта песня. Ich stehe auf dieses Lieben. В этой конструкции главное помнить, что auf не является приставкой глагола stein. И поэтому стоит сразу после глагола, перед accusative. Спасибо большое. Все-таки взаимопомощь при изучении нового языка очень полезный кейс, не правда ли? Абсолютно согласен. Гораздо лучше всяких гугл-переводчиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!